Всем привет! С вами Юлия Ильяна. Это влог-неделька самой интересной и забавной полеты за прошедшую неделю. Неделя ознаменовалась тем, что уступила 1 октября. Мне кажется, что это самый классный месяц осени. Я надеюсь, что вы тоже успеваете насладиться последними такими классными деньгами. Одно уходит, но приходит что-то новое. Я не знаю, как у вас, но у меня осенью все время какое-то обостренное желание пить чай. Я практически отказалась от кофе и сейчас с большим удовольствием пью чаи. Самое интересное, что мне нравится пить чай перед сном. Естественно, что обычные чаи, ванн-чай или какие-то травяные чаи, которые стимулируют пить перед сном, нельзя. Я специально себе вот такое вот чае купила с облепихой и с мелиссой. Он именно релакс, такой успокаивающий. Здесь травки, которые не возбуждают нервную систему. Кстати, если у вас есть какие-то вот интересные чаи или, может быть, травки и отвары, которые можно пить перед сном, советуйте мне, пожалуйста. Один из чаев только в розовой упаковке из такой серии. Я вам уже показывала, так что, в принципе, вы уже знакомы с ними. Также закончилась вторая неделя моего приема льняного масла. Конечно, я все подробности отдельно в видео запишу, все расскажу, как оно есть. Но вот благодаря или из льняного масла мне пришлось немного скорректировать свое питание. Где-то через час после приема льняного масла там невероятно начинает работать вся пищеварительная система. Голод просто невероятный. Поэтому теперь после утреннего приема льняного масла я завтракаю и вся моя еда дневная, она сдвинулась. Примеры таких завтраков вы можете увидеть у меня в инстаграм. Я выкладывала на этой неделе. И у меня просто вечерняя еда гораздо раньше, чем было до этого. Но в целом вот этот вот разрыв между вечерней и следующей утренней едой, он сохраняется где-то по часам такой же. Следующее, что я хочу показать, это водоросли. Посмотрите, какие они сухие и наблюдайте, что с ними будет происходить, когда они начнут намокать. Я сначала думала, что буду их кушать как такие вот сухие чипсики, но они невероятно соленые. Их вынули из соленой воды и сразу высушили. То есть содержание соли там запредельное. Поэтому я сначала замачиваю эти водоросли, сливаю первую воду, заливаю воду еще раз. И только потом я уже могу их кушать, потому что действительно они невероятно соленые. И как я убедилась, они как-то невероятно медленно расходуются. То есть заливая горстку вот таких вот сухих водорослей, я получаю где-то в 5 раз больше по объему таких практически настоящих вкусных водорослей. О том, что это суперполезно, я говорить даже не буду, но на вкус это тоже достаточно классно. И просто так и добавлять в какие-то салаты и с какой-то другой едой кушать. Также на этой неделе больше внимания обратила на орешки. Фисташки, грецкие орехи, тоже в инстаграм показывала фотографию. И к этому меня подтолкнула статья на одном из американских сайтов о мужчине, который бегает в марафоны практически один за другим, при этом он является вегетарианцем. То есть он не ест ни мясо, ни рыбу, при этом он в невероятно хорошей физической форме, он невероятно вынослив и бегает в марафоны, чему все люди очень удивляются. Из рассказа о его диете я поняла, что нужно мясо просто расщепить на те составляющие, которые в нем есть, и получать эти же составляющие из других источников. Например, очень много белка в брокколи и в фисташках. И, кстати, о брокколи, если вы не видели, посмотрите мой рецепт оладьев с брокколи. Там льняная мука, брокколи, ну и все остальное вы увидите в видео. И, конечно, если мы с вами не дружим в социальных сетях или в инстаграм, то вы в курсе, насколько это была безумная коробочная неделя. Я на этой неделе получила вот три коробки. А первых двух крыгинобок с шампунями и гламурбэк видео уже выложены, и третье видео снято, оно будет на следующей неделе, сразу после вот этого видео. После жуткого эмоционирования видео про гламурбэк, я очень боялась, что Allure Box будет тоже такая отвратительная. Поэтому я ее открыла еще до того, как сняла видео, но она оказалась классной, мне очень понравилась. И хочу вам сейчас показать два классных новых продукта от Vela, которые мне показались интересными. Насколько я поняла, Vela запустила новую серию вот в таких достаточно стильных упаковках. Все продукты, они вот такого вот цвета, какого-то серого с коричневым каким-то вот оттенком. Оба продукта мне понравились, действительно очень классные, с первых нескольких затестов. Немножко подробнее о них я расскажу и покажу их в видео о коробочке. Еще хочу показать вот такие вот шампунь и бальзама, совершенно новые от Real Therapy Hair. Это от клиники Real Trans Hair, которая пересаживает волосы. Шампунь здесь написано, что специально для женщин, их Sex Line, то есть у них отличается борьба там с облысениями, со всякими проблемами волос для женщин и для мужчин. Мне, в принципе, подход понравился. Попробовать успела пока два раза. Очень сильно похож этот шампунь на шампунь Bathmaster, который я пробовала в Китае, который вам показывала, и вы сказали, что практически нигде его невозможно достать. Вот, в принципе, по консистенции, по таким первым ощущениям, очень похож вот этот шампунь, он похож на йогурт такой жидкий. В принципе, волосы после вот использования их мне понравились, но бальзам какой-то странный. И после него волосы, ну, не то чтобы путаются, но не так хорошо расчесываются, как после других бальзамов. И он еще ощущение такое, что совершенно полностью впитывается в волосы, он больше похож даже на крем. Если его чуть подольше подержать, то там уже, в принципе, смывать нечего. Сколько я поняла, их еще вообще даже не выпустили. Это такая супер премьера-премьера. И пока написано, что цена будет по 400 рублей. И вот за это, и вот за это. В принципе, мне кажется, вполне достойно. Здесь по 250-220 мл. И справедливости ради, несмотря на то, что гламур-бэк была совершенно отвратительной, она воняет, и если вы видели видео, вы все знаете. Один классный продукт там все-таки есть. Это вот такой вот блеск для губ от Rimmel, Oh My Gloss. И это номер 160, Stay My Rose. Мне очень понравился. Самое классное в нем то, что губы не слипаются, и он ухаживает за губами. Ощущение, что как будто бы зеленчиком так помазало. Действительно, они увлажнены, другого какого-то ухода уже не хочется после этого бальзама. Но на мне сейчас не этот блеск. На мне сейчас одна из помад из пробничка Jolly Rouge от Clorance, который был в Allure Box. Приятная на губах, красивые оттенки, но не могу сказать, что это такой супер маст хэв. Я, честно говоря, решила о ней сказать только потому, что она пахнет вишенкой. Мне кажется, что это необычно и забавно для помады. Также на этой неделе я записалась на стрижку горячими ножницами. И вот первый раз буду это делать. Говорят, что это где-то полтора часа. Посмотрим на волосы в последний раз в такой длине. И на следующей неделе они уже будут немножко короче. Результат, конечно, вы и так увидите, но после этого вторника я уже смогу отвечать на вопросы о стрижке горячими ножницами. А пока еще могу сделать вот так и всяческим образом ее баловаться с волосами. Цитата этой недели. Цитата кажется какой-то такой капитанской, очевидной и банальной, пока мы не видим того, кто ее сказал. Вот этот человек каждый день в своей Австралии выходит из дома, у него проколотые уши, он пользуется косметикой, он одевается очень странно, у него какая-то странная прическа, он там ее завивает свой этот чуб. И вот этот человек каждый день, ну может быть там терпит насмешки, он видит странные взгляды, но при этом он сохраняет свое убеждение о том, что он лучше будет странным, чем на кого-то похожим. Вот мне кажется, что в этом случае это не просто такие красивые слова, а действительно подтверждение это на деле. И не то, чтобы я одобряю, что мужчины так выглядели, просто это подтверждение того, что человек во что-то верит и он так и делает. Вообще вся эта акция, вся эта программа Магнифисент, она призвана показать, что в совершенно обычных людях есть красота. И то, что через макияж, через преображение меняется отношение человека к самому себе и взгляд на его жизненные ситуации. На этой неделе в Москве прошла крупная ювелирная выставка, на которой компания Скалов наконец-то представила свои часы. Если честно, я немножко разочарована и я ждала от них большего креатива и что они действительно переплюнут Нику. Продажу этой коллекции появится только в феврале, поэтому что там по ценам я тоже пока не знаю. Возможно, они переплюнут Нику в классике и у них будут более доступные модели, там уже есть и серебро и золото. Но пока, если честно, Ник с их коллекцией витражей переплюнула, по креативу это точно. Также на этой неделе я немножко порылась на сайте Beauty Insider. Если вы интересуетесь косметикой, какими-то новинками, процедурами, то на этот сайт я вам рекомендую заглянуть. Мне нравится стиль, в котором пишут большинство авторов и в целом можно узнать что-нибудь новенькое. На фейсбук моей знакомой себя в статсе поставила такую фразу. А вы знаете, что за Карла все время упоминают люди в интернете в последнее время? Это было так забавно, я думала, что она просто шутит, что действительно она знает, что это за Карла, что это просто такая шутка, что его слишком много. На самом деле это достаточно забавно, вроде как это интернет-мем, все уже должны вокруг об этом знать, у кого есть доступ к интернету. Но вот человек, например, там вот сегодня только об этом узнал, и она такая говорит, ммм, классно, а я думала это Карл Маркс. Еще на этой неделе я окончательно разозлилась на шапку своего канала на YouTube, и я наконец-то ее поменяла. Если вы еще не видели, зайдите, скажите, что вы думаете. Мне кажется, что получилось достаточно миленько, но мне кажется, что не до конца отражает всю концепцию, то, что я хотела бы сделать. Но пока вот что-то другое и какое-то такое концептуальное мне в голову не пришло, пока мне кажется, что такой вариант все равно лучше. И напоследок я хочу передать огромный привет всем тем, кто комментирует мои видео. На этой неделе я узнала от вас очень много. И про питание, и о том, как что приготовить, немножко о косметике. Мы с вами обменялись какими-то мнениями. Я хочу вас поблагодарить за ту невероятную отдачу, которую я от вас получаю, и за всю полезную информацию, которую, в принципе, может быть другим способом, я бы никак и не получила. Вы делитесь со мной своим опытом, мне кажется, что я становлюсь умнее, лучше, и это придает мне сил двигаться дальше. Поэтому всем вам огромный привет и миллион воздушных поцелуев. Спасибо, что были со мной, мы с вами обязательно увидимся. Оставайтесь таким же красивыми, активными, позитивными. До встречи, пока! Как будто у меня платок. Субтитры сделал DimaTorzok